Окей, так, до этого мы говорили с вами про экспрессию. Для экспрессии идеальный ген, который мы хотели бы видеть, это вот такой вот сферический ген в вакууме, у которого с одного вот единственного гена, с одного гена синтезируется ровно одна молекула МРНК, и она непрерывная, где нет никаких экзионов. Такая ситуация может быть у бактерий, но даже у них, в общем, сейчас так похоже, что реально с одного локуса синтезируется несколько перекрывающихся транскриптов, то есть внутри оперона могут быть внутренние старты, внутренние концы транскрипции, поэтому даже у бактерий ситуация сложнее, хотя у них нет сплайсинга. А у его периода ситуация еще хуже, и реально один ген – это просто такой набор перекрывающихся, иногда очень плохо перекрывающихся транскриптов, и вообще, в общем, очень сложно сказать, где тут кончается один ген, где начинается другой ген, это такой вопрос нетривиальный. И транскрипты могут отличаться, как я уже рассказывал, либо началами, либо концами, либо внутренней структурой, то есть сплайсинга внутри. Мое дело, что причин, то есть три примерно причины, почему транскрипты бывают разные. На самом деле они взаимосвязаны, то есть выбор альтернативного промоутера или альтернативного терминатора может влиять на выбор альтернативного сплайсинга внутри гена, и наоборот. В общем, в общем, я буду говорить просто, все это называть целиком альтернативным сплайсингом, имея в виду, что это просто какой-то процесс, который позволяет этому гену делать дерзко изоформы. Ну, на самом деле в это понятие, в широком смысле, входит, понятное дело, и выбор альтернативного промоутера или альтернативного терминатора. Окей. Значит, когда мы говорили про экспрессию гена, мы хотели померить, сколько тотально MRNK синтезируется с какого-то одного данного конкретного локуса. Ну, более-менее с этим мы разбрались на предыдущих лекциях. Теперь, когда вы не говорите про альтернативный сплайсинг, мы хотим сравнить то, насколько представлена та или иная изоформа среди всех изоформ, которые синтезируются с данного гена. Как на это можно смотреть? Во-первых, мы можем смотреть на это именно с точки зрения транскриптов. То есть мы можем взять все транскрипты, которые синтезируются с данного гена, посчитать для каждой из них их концентрацию, и потом поделить концентрацию одного транскрипта на тотальную концентрацию всех транскриптов, которые синтезируются с данного гена. И получить величину от нуля до единицы, которая фортилизует частоту, используемую именно данного транскрипта. Но это… Да. По-моему, этой частоты нет никакого названия, но не важно. В общем, это относительно представлено с данного транскрипта. Какой подход будет называться транскриптцентрично. Другой вариант стоит в том, чтобы смотреть не на весь транскрипт, а смотреть на отдельные конкретные X-зоны. Почему это может быть важно? Потому что если мы знаем, что какой-то из многих транскриптов гена стал чаще использоваться в той или иной ткани, нам довольно не очень легко понять, чем этот транскрипт отличается от всех остальных. Потому что может отличаться много чем, но хочется сказать, что у него там отсутствует тот или иной белковый домен, или может быть у него отсутствует какой-нибудь X-зон, V4QTR, который кодирует какую-нибудь регуляторную последовательность, или что-то еще. Нам хочется обычно сказать, нам бывает нужно знать, в каком ином месте у данного транскрипта пришли какие-то отличия. Поэтому мы можем интересоваться не теми транскриптами, которые меняют свою частоту между двумя разными биологическими условиями, а теми X-зонами, которые начинают чаще или реже включаться в транскрипты в тех или иных условиях. Это будет, соответственно, X-зон-центричный подход. В этом случае мы будем считать, можем взять все транскрипты, которые включают данный X-зон. Например, вот этот X-зон включается в двух транскриптах, в этом и в этом. Почитать их суммарную концентрацию, определить на суммарную концентрацию всех транскриптов, которые вообще эксплисируются к данному гену. И тогда мы получим частоту включения данного X-зона. Она называется Psi, потому что это percent spliced in. Можно еще называть ее частотой включения. Пси — это более-менее общепринятый термин, хотя если в анализе дифференциальной экспрессии там есть какие-то устоявшиеся вещи, то дифференциальный сплазинг дела обстоят несколько хуже. Но тем не менее, Psi — это термин, который использует больше, чем одна группа, что уже не так плохо. Хорошо. В общем, есть два подхода. Либо транскрипт центричный, он хорошим тем, что мы можем сказать, какой конкретно транскрипт в данных условиях стал чаще или реже использоваться. Транскрипт — это хорошо, потому что транскрипт — это реальная биологическая молекула, которая кодирует реальный белок, и по нему мы можем делать заключение о функциях. Другой становится, если мы хотим… Или мы можем смотреть на это дело изон центричный, и говорить, что какой-то конкретный X-зон стал чаще или реже включаться в данных в тех или иных условиях. Там можно говорить о том, что какие-то сайты фосфорилирования или что-то еще, находящиеся в этом X-зоне, вот как себя ведут специфически при данных биологических условиях. Окей, какой подход лучше использовать? На самом деле ответа на этот вопрос нет. Разные методы используют разные подходы. Но одна идея о том, почему может быть X-зон центричный подход более правильный, я сейчас скажу. Я уже говорил, что транскрипт центричный подход правильный с точки зрения того, что это более естественный биологический объект. X-зон все-таки на стадии транскрипта это уже вещь, которую сложно найти, потому что после того, как энтроны вырезались, вы фактически не можете сказать, где здесь X-зон. То есть транскрипт уже, в общем-то, не помнит, где у него были X-зоны, поэтому транскрипт, конечно, более правильный биологический объект, чем X-зон. Окей, но почему транскрипт центричный подход мог быть плох именно в реальной ситуации? Дело в том, что мы используем для анализа ростопитомики довольно короткие риды. Совершенно и всяк позволяет сделать риды, ну, в лучшем случае, может быть, там, 400 нуклеотидов, но там, йон-торрент, он не очень производительный, обычно люди используют иллюмину, это будет 100 нуклеотидов. То есть риды достаточно короткие, они гораздо короче, чем средняя длина транскрипта. К чему это реально приводится? У нас, здесь я нарисовал ген с двумя альтернативными X-зонами, которые либо включаются, либо включаются, и бывают разные типы ридов. Бывают риды, которые картируются на X-зоны, которые общие во всех транскриптах, то есть они вообще ничего не говорят о том, какая именно из изоформ в данном случае экспрессируется. То есть вот эти черные риды, они нам ничего о сплайсинге не говорят. Красные риды говорят нам о сплайсинге либо этого X-зона, либо вот этого X-зона. Такой рид говорит, что этот X-зон исключился. Такие риды, это рид, который картировался кусочком сюда, кусочком сюда. Дуга означает, что рид картировался на границу X-зонов. То есть вот это кусочек риды, дальше, кого риды нет, а дальше он картировался вот сюда. Такой рид говорит, то, что вот этот X-зон включился. В общем, вот эти красные риды, они показывают нам о том, что говорят нам о том, включился данный X-зон в фотоскрипте или нет. Это классно, но важно то, что мы на самом деле не можем ничего сказать о том, насколько часто эти X-зоны любят включаться или включаться вместе. То есть насколько их включение или включение независимо. Потому что для того, чтобы мы знали, зависим ли ли сплайсинг этих двух X-зонов, нам нужно, чтобы был рид, который одновременно говорил бы нам о сплайсинге и этого, и этого. X-зона это невозможно, потому что такой рид должен быть слишком длинным, мы можем проходить через все вот эти три X-зона, вот я здесь гипотетического нарисовал, в общем, таких ридов просто не бывает. Поэтому на самом деле мы не можем точно сказать, верно ли, что эти два X-зона любят включаться или включаться вместе. Хотя здесь четыре изоформы, реально мы можем померить отдельно только частоту включения этого X-зона и этого X-зона. То есть получить две величины, связанные с сплайсингом, ну еще общую экспрессию, у нас будет три переменных на три известных измеряемых величины на четыре переменных, четыре концентрации четырех транскриптов. И, соответственно, мы не можем сказать конкретной концентрации всех четырех транскриптов. Из-за этого, ну, конечно, в данном, может быть, несколько гипотетическом примере, мы вообще не можем применить транскриптоцентричный подход просто по объективным причинам, потому что наши риды слишком короткие, они не позволяют нам делать заключение о том, какие именно транскрипты здесь получаются. Поэтому с точки точки зрения текущих технических ограничений, экзонцентричный подход кажется более естественным. Хотя, ну, во-первых, в ряде случаев X-зона альтернативные оказываются гораздо ближе руругу, кроме того, кроме того, в общем-то, некоторым людям интереснее думать об этом, именно как о транскриптах. Поэтому, опять же, оба подхода имеют право на существование. Окей. Какие бывают конкретно программы? Ну, с нами программ для анализа дифференциального сплайсинга существует довольно много, я расскажу про три из них. Первая программа кавдив, вы с ней, нет, еще не знакомы, но почти знакомы. Это программа из того же самого пакета, что и кавлинкс, то есть все это делали домашнее задание, в камере ее краем глаза, наверное, видели. Она использует транскрипт-центричный подход. Вы даете на вход картированные риды, аннотацию, и на выходе получаем данные по дифференциальной экспрессии генов, то есть экспрессии генов, количество ридов, которые картируются на данный ген, и пивэлю, связанные с изменением экспрессии между двумя состояниями. То есть кавдив, вы ему подаете образцы, разделяя их на разные состояния. Два состояния, там есть возможность сказать, что данные образцы из одного, состояние из другого, и он сделает тест между этими двумя состояниями. И кроме того, он дает результаты для дифференциальной… А, пардон, значит, да. Здесь просто значение экспрессии и количество ридов, кроме того, значит, результаты теста на дифференциальную экспрессию и измерения относительных представленностей транскриптов для анализа альтернативного сплайсинга. Там он выдает отдельную информацию для внутреннего сплайсинга, для использования разных TSS. В общем, мне очень важно, если вам это будет нужно, можно разобраться. Что здесь важно? Важно то, что он работает, как я уже сказал, на уровне транскриптус, использует транскриптцентричный подход. И важно то, что кавдив позволяет делать только парное сравнение. То есть вы можете сравнить больницы здоровыми, женщины с мужчинами, что-то еще такое. Но если у вас есть образцы разных возрастов, как было в последнем домашнем задании, то это будет не так легко, пока я засунусь в кавдив, просто потому что он не позволяет использовать сложных моделей, только по парное сравнение. Окей, это один подход. Другой подход — это программа дегсек. Кавдив — это просто отдельная программа. Дегсек — это пакет для АРА, который использует, на ворот, практически экзонцентричный подход, даже не совсем экзон, а он использует еще более маленькие кусочки гена, используют то, что называется сегмент. Они это называют counting bins. Это участки гена между двумя ближайшими сайтами сплайсинга. То есть берем ген, отбиваем его по сайтам сплайсинга. Например, он показан здесь. Здесь четыре изоформа, прямоугольнички — это экзоны, то есть их граница — это сайты сплайсинга. Если мы их спроецируем вниз, то мы получим отдельный сегмент. Видно, что такой длинный экзон разбивается на два сегмента. И сегмент бывает разных типов. Бывают константные сегменты, зеленые. Это такие сегменты, которые включаются во все трансклюкты. В принципе, смотреть на них неинтересно. Бывают альтернативные сегменты, такие, которые то включаются, то не включаются. Например, красненький. Или бывают тоже альтернативные сегменты, но они не связаны с пластинговой, они связаны именно с выбором альтернативного промоутера. Это вот этот сегмент. Да, вот эти три сегмента, они связаны с тем, с какого именно промоутера начнется транскрипция, с вот этого или с вот этого. И еще бывает один специальный тип альтернативных сегментов — это удержанные интроны. Ну, в принципе, с ними все прям так же, как с обычными, альтернативные сегменты. Это просто такой сегмент, такой интрон, который может либо вырезать, либо нет. Вот видно, что здесь он не вырезается, а здесь он вырезается. Почему они специальные? Потому что, во-первых, они обычные. Есть несколько причин, почему альтернативные, почему удержанные интроны обычно стоит рассматривать отдельно от других видов альтернативного сплайсинга. Основные причины связаны с тем, что удержанные интроны обычно очень длинные, и, как правило, в них внутри находится стоп-кодон. Соответственно, если у вас внутри, если у вас внутри рамки считывания выдерживается интрон, то, скорее всего, такой транскрипт не будет в состоянии кодировать белок. Скорее всего, он будет уничтожаться через определенный механизм, через NMD. И, в общем, этот сплайсинг, который навряд ли приведет к… тип сплайсинг, который навряд ли приводит к появлению нового белка, белка с другой функцией. Скорее он будет регулировать общую экспрессию данного гена. То есть, если у вас удержался интрон, то с этого транскрипта не будет синтезироваться белок. И, более того, скорее всего, транскрипт там будет деградировать и разлагаться. У вас будет понижаться экспрессия. То есть, остальные виды альтернативного сплайсинга обычно связаны с тем, что у вас белок просто заменяется на немножко другой, может быть, с другой функцией. При удержании интрон у вас вообще никакого белка с данного транскрипта получаться не может. Ну, это одна причина, а вторая причина связана с тем, что, когда мы делаем RNA-seq, обычно выделяется тотальная РНК, не только плазматическая, но в том числе ядерная. То есть, если мы выделили РНК из ядра, то часть этой РНК может быть недосплассирована. То есть, в них еще не удалены интроны. Поэтому в данных RNA-seq обычно очень много удержанных интронов. Ну, так получается, что мы видим риды, которые картируются внутрь интронов. Самили никто толком не знает, это действительно недосплассированная РНК или, ну, реально в свитоплазме так много недосплассированной РНК, она зачем там плавает. Так или иначе, поскольку здесь могут быть какие-то технические вещи, связанные с выделением недопроцессированной РНК, то, в общем, на удержанный интрон следует смотреть отдельно и с осторожностью. Кроме того, еще удержанный интрон, как я уже говорил, достаточно длинный. Иногда бывает так, что у вас внутри удержанного интрона есть какой-то другой ген. И вы можете принять экспрессию гена, находящегося внутри интрона, за удержание данного интрона. В общем, такая проблемная область. Поэтому, если хочется... В общем, чтобы быть максимально консервативным, лучше на удержанный интрон вообще не смотреть. По крайней мере, стоит об этом помнить. Окей, как работает программа DSEC? Значит, первое она делит ген на сегмент, как я уже сказал. После этого она считает количество ридов, которые картируются в каждый отдельно взятый сегмент при помощи той же программы HTC Count, которую вы используете в домашнем задании. А дальше считает, что количество сегментов, количество ридов, которые картируются в данный сегмент, зависит, мое дело, от его длины, но кроме того, она зависит от общей экспрессии всего гена, а после этого уже зависит от частоты включения этого сегмента в среднем и, наконец, частоты включения этого сегмента в конкретно данных условиях. Соответственно, при помощи такой модели можно понять, насколько частота включения данного сегмента меняется от разных биологических условий. DSEC использует негативно-биномиальное распределение, GLM, и, соответственно, это позволяет использовать более-менее любые, сколько угодно сложные модели, то есть любые линейные модели, какие вы только захотите. Соответственно, DSEC можно использовать со сложными экспериментальными дизайнами. Как это примерно работает? Сперва надо же подготовить аннотацию, потому что я считал, что нужно разрезать гены на сегмент, и, соответственно, это надо действительно сделать. Делать при помощи специального скриптика, который у них, который вы скачаете, в том случае, если установить DSEC, к которому на вход подается исходная аннотация, например, ту, которую вы получили при помощи кафлингса и кафмерджа, как это было в первом задании. И на выход он выдает ту саму аннотацию, но в своем собственном формате, где уже будут сегменты или counting bin. Так, после этого нужно посчитать количество ридов, которые пересекает каждый сегмент, делать при помощи… А, ну здесь у них свой собственный скрипт, на самом деле тот же самый HTC Account, который был в первом задании. Я забыл, видимо… То есть, наверное, они чуть его модифицировали, но это основа на той же самой библиотеке, которая используется в HTC Account. На вход… Этому скрипту надо дать на вход… А, здесь чуть не написано. В общем, ему надо в качестве входного потока дать выровненные риды в формате sum. Ну, здесь он формат BAM, но если вы спускаете sumTools, sumToolsView, то он переделывает BAM в sum. BAM — это бинарный sum. Соответственно, если вы хотите его открыть, надо использовать sumToolsView. он генерит обычный text to output, который… который здесь направляется в дексте ккаунт. Здесь где-то еще надо ему сообщить… сообщить аннотацию. Видимо, я забыл написать. Видимо, один из параметров… А, ну, ниже написано, пардон. Параметр… Входная аннотация. Видимо, парные риды. Если рид не пар, надо поставить no. И стренд-специфичность тоже no. Ну, неважно. Зависит от ваших данных. И, соответственно, выходные данные. Да, ну да. Здесь можно, видимо, поместить файлик в формате sum, но чтобы не распаковывать все ваши BAMы, проще поставить прочерк, а потом он будет брать на вход стандартный поток ввода. Окей. После этого получается… Таким образом мы считаем количество ридов, которые пересекают каждый данный counting bin. Потом все это дело загружается в var при помощи каких-то стандартных пакетов, которые… стандартных функций, которые есть в пакете dxsec. Ну, и там дальше делается анализ. Примерно по той же схеме, в которой делался анализ дифференциальной экспрессии, но только там немножко больше вещей. И надо по-другому сказать… Ну, чуть по-другому называются функции. На выходе он умеет генерировать такие вот графики. Здесь внизу нарисован ген. Вот эти вертикальные полосочки – это x-зоны. Видимо, он в масштабе. Он тронно-длинный, поэтому x-зоны без прямоугольничка видны как просто палочки. Ну и для каждого отдельного x-зона здесь нарисована его относительная экспрессия для одного состояния и для другого состояния. Это, видимо, для бинарного теста. То есть красный – это относительное включение бина в одном состоянии, а синий – это в другом. Вот здесь показан бин со значимым изменением частоты включения. Видно, что красный сильнее, чем синий. Ну да, в общем, примерно таким образом выглядят результаты. Что здесь важно? Важно то, что фактически таким образом нельзя вычислить частоту включения данного бинуса. Мы не можем сказать, что вот этот сегмент включен в какой-то доле транскриптов. Потому что… Ну то есть как мы можем это сделать? Я говорил, что мы для каждого сегмента считаем количество ридов, которые его перекрывают. В принципе, мы можем, конечно, посчитать среднее покрытие ридами данного сегмента и поделить его на среднюю по всему гену. Но фигня в том, что эта величина может оказаться больше единиц случайно. Ну мало ли почему. Просто у нас этот данный сегмент был покрыт больше. То есть эта величина как бы более-менее похожа на частоту включения, но она ей не является, потому что она по определению может быть больше единицы. Вот. И то есть из-за этого программа DeepSec, хотя позволяет что-то сделать, но она, во-первых, не выдает конкретной частоты включения, если вы не можете сказать, что вот этот сегмент включается такой частотой и поменялась частоту включения на столько-то раз. Единственное, что она дает, это fold change, то во сколько раз изменила свою частоту. Это неплохо, но тем не менее не самое удобное. Кроме того, есть еще одна проблема, связанная с тем, что он использует просто количество ридов, которые картируются на данное место в гене. Если посмотреть на то, сколько ридов картируется на какое-то место в гене, то покрытие ридами, я покажу его немножко дальше, оно будет очень неровным, потому что, опять же, никто толку не знает почему, но так или иначе разные места гены секвенируются в гене всех экспериментов с разной эффективностью. Во-первых, это связано с тем, что MRNK ломается, какие-то места ломаются чаще, и эти места мы хуже секвенируем. Могут на каких-то местах историчной структуры, которая хуже поддается обратной транскрипции, поэтому мы их хуже секвенируем. Кроме того, могут какие-то места генома, на них хуже картируются риды, или по тем или иным причинам, или потому что есть близкие дупликации, либо что-то еще. В итоге покрытие ридами гены будет очень неравномерным. И на самом деле эта неравномерность, что самое плохое, может меняться от эксперимента к эксперименту, зависит от того, как обрабатывали РНК, в какой лаборатории делали эксперимент, на каком секвеннаторе секвенировали. Покрытие ридами может быть разным. Поэтому, если мы сравниваем два образца из разных лабораторий, сделанные в разное время, мы можем от отличия в профиле покрытия ридами гена принять за изменение альтернативного сплайсинга. В принципе, это вообще мировая проблема, она будет сказываться и на дифференциальной экспрессии, но поскольку здесь единственной мерой частоты включения сегмента является именно количество ридов, которые картируются на одно данное место, то здесь это может быть больше проблемой. Хорошо, и я воспользуюсь, так сказать, случаем, грустно проекомендую свою собственную программу, которая называется Sajr, которая просто замечательная, и вам придется использовать ее в домашнем задании, но это потому что я пользуюсь своим положением. Как она работает? Во-первых, она точно так же сбивает гены сегмента, то есть объектом анализа является участок гена между двумя ближайшими сайтами сплайсинга. Для оценки частоты включения данного сегмента в ген также используются риды, которые картируются внутрь данного сегмента, то есть подтверждают его включение, то есть пересекают с этим сегментом хотя бы сколько-то. Но отличием от предыдущей программы является то, что для подтверждения исключения данного сегмента из гена используются риды, которые картируются на X-зон и зонной границе, которые обходят данный X-зон, данный сегмент. Для каждого сегмента можно все риды разделить на три группы. Первые риды вообще ничего не говорят нам об этом сегменте, Вторые риды говорят, что этот сегмент был включен. То есть это риды, которые его пересекают хотя бы одним нуклеотидом. И третий тип ридов и такие риды, которые точно говорят, что данный сегмент включен не был. Они обходят этот сегмент через энтрон. Для каждого сегмента мы можем посчитать количество включающих, количество исключающих ридов. Их можно использовать для подсчета частоты включения. Это будет величина от 0 до 1, что хорошо. Мы можем для каждого сегмента сказать, с какой частотой он включается в данном образце. Это удобная величина, можно ее использовать. Кроме того, мы можем использовать эти каунты для анализа на дифференциальный сплайсинг. В данном случае у нас две величины. Мы можем считать, что это результаты биномиальных испытаний. Мы взяли n ридов, кинули их случайно, каким-то образом кинули на наш ген. Часть из них оказалась включающими, часть исключающими. Соответственно, можно рассматривать это как результат биномиального испытания. Поэтому в SATG я использую, опять же, обобщенную линейную модель с квазибиномиальным распределением. Как это работает? Ну, работает, на самом деле, очень похоже на предыдущий программ, на DSEC. Тоже надо сперва подготовить аннотацию. Это все надо разбить, надо разбить существующую аннотацию на сегменты. Это делается, значит, предыдущий программ был написан на Python. Нет, программа написана на Java. Соответственно, надо использовать Java. Но это даже на самом деле проще. Не надо ничего устанавливать. Надо просто скачать jar-файл с сайта. Чтобы переделать аннотацию, надо запустить ее с параметром jff-to-sager и указать путь к исходной аннотации, той, которую мы получили в первом домашнем задании, и путь к файлу, куда нужно записать переделанную, переформатированную аннотацию. После этого надо посчитать риды, которые подтверждают включение и исключение в каждом образце для данной аннотации. Опять же, делается то же самое программ, только надо сказать, что теперь нам нужно считать риды, то есть параметры count reads, указать путь к BAM файлам, указать путь к… Ну, не путь, а название, базовое имя для выходных файлов, когда мы будем сохранять каунты ридов. Ну и там некоторое количество параметров, они… В общем, здесь перечислено, вы можете посетить именно с этими параметрами, с теми параметрами, которые здесь есть. После этого надо загрузить данные в R, ну, выкинуть часть сегментов, в которых там слишком низкое покрытие, на которые нам не интересно смотреть, построить GEL обобщенные линейные модели и сделать тест на лоб-протоподобие, получить P-value. Так. Да, тут отсюда можно скачать архив с самой программой, там же будут данные, тестовые данные и скриптик, который вы можете запустить и посмотреть, как это работает. То есть там все должно работать, как оно есть. Можете скачать работающий пример, убедиться, что он работает, а потом чуть-чуть поменять код для того, чтобы запустить это на ваших собственных данных. В общем, ничего сложного быть не должно. Окей, на этом я говорил, что существует транскрипт-центричный подход, который смотрит на то, какие транскрипты целиком экспрессируются или не экспрессируются. Можно говорить про отдельные X-зоны, как часто они включаются, как часто они случаются. Еще можно подумать, что альтернативный, что вообще сплассинг — это процесс, где важными игроками являются не X-зоны или интроны, а отдельные. А, ну, да, во-первых, отдельный сайт сплассинга, а второй, что самый важный процесс — это момент, когда один сайт сплассинга, который находится на 5-4 в конце интрона, и другой сайт сплассинг, который находится на 3-4 в конце интрона, ходит друг к другу. Именно в этот момент определяется, какой интрон будет вырезан. Поэтому, поскольку само событие сплассинга — это именно вырезание интрона, а не определение границ X-зона, то может быть правильно смотреть на альтернативный сплассинг с точки зрения интронов. Вот есть, в принципе, такой подход, который для каждого отдельного сайта сплайсинга, например, три-четыре сайта сплайсинга, смотрит, какие интроны бывают с его участием. Ну, в данном случае, допустим, два. Такой и вот такой. И для каждого конкретного сайта он может сказать, с какой частотой работает этот вариант или этот вариант. Можно посчитать, опять же, сколько рядов подтверждает такой или такой вариант. Ну, пока что, то есть на тот момент, когда я был знаком с этим методом, он был такой, скорее, теоретический. То есть можно было посчитать вот эти риды, но никаких возможностей сделать тест на значимость отличия еще не было. Но, тем не менее, такой вариант тоже существует. Ну, на самом деле, всего программ, которые занимаются анализом альтернативного сплайсинга, достаточно много. Здесь мы протестировали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять методов. Ну, на самом деле штук 20, но эти десять – это те единственные, те десять методов, которые нам удалось запустить. То есть остальные, они существуют, но запустить их не получается по тем или иным причинам. Что здесь показано? Здесь показано, что для каждого гена мы нашли… Мы в каждом из этих методов посчитали p-value для отличия альтернативного сплайсинга между двумя какими-то условиями. И здесь показана корреляция между p-value подсчитанными разными методами. Но что важно, то что корреляция очень низкая. Сама максимальная корреляция, которая есть между парой методов – это 0,63. То есть это достаточно низкая корреляция. А так бывает даже отрицательная корреляция. То есть если взять 10 методов для анализа альтернативного сплайсинга, то они будут очень плохо. То они будут давать результаты, которые очень плохо согласуются друг с другом. Это довольно забавный момент, потому что если смотреть на дифференциальную экспрессию, то результаты у методов будут все-таки более-менее похожи. То есть вы можете быть уверены, что действительно вот эти гены, скорее всего, дифференциально экспрессируются. Какие-то гены, которые меняют свою экспрессию мало, они, может быть, снимают какие-то проблемы в зависимости от того, какой метод вы используете. Но с дисплайсингом ситуация гораздо хуже. Есть два метода, например, вот есть метод МАЦ, который вообще аж с тремя другими методами показывает негативную корреляцию. То есть те гены, которые он считает дифференциально сплассируемыми, другими методами считаются вообще ни в коем случае не дифференциально сплассируемыми. И это, в общем, характерное состояние данной области. Так что если вы хотите реально узнать, то есть вам хоть в этой работе нужно будет делать анализ на дифференциальный сплассинг, то, наверное, стоит попробовать использовать несколько методов, потому что согласуются они, правда, не очень хорошо. Ну, наверное, если какие-то гены, если несколько методов считают, что данный ген дифференциально сплассируется, ну, наверное, в общем, может быть, стоит ему поверить. Это, значит, использование нескольких методов для дифференциального сплассинга – это один подход, который можно применить для того, чтобы понять, действительно есть здесь дифференциальный сплассинг или нет. А второй подход, он, может быть, несколько проще, стоит в том, чтобы посмотреть на это дело глазами. Потому что, ну, так теоретически, как я встал, здесь какие-то картинки, где-то есть экзоны, энтроны, это все выглядит так очень логично. Вот у нас транскрипты, вот у них тут экзон, тут экзон, тут у них альтеративный сегмент, там включается, не включается, это все здорово. Но на деле, если посмотреть на то, где вот конкретно в данном участке генома находятся экзоны, энтроны, то это выглядит иногда как какая-то страшная каша. Вот. И поэтому эти проблемы, вот я говорил про проблемы с тем, что покрытие какого-то участка гена ридами может быть очень неровное и зависит от разных условий. То, что риды, ну, на самом деле, картируют риды на экзон и зону границы – тоже непростая задача. И их картируемость может зависеть от многих разных факторов, от того, какую программу вы используете, от того, сообщили ли вы этой программе заранее положение энтрон. В общем, все эти, там, много разных проблем, факторов влияют на то, где именно в итоге вы увидите в вашем, в вашем конкретном случае, энтроны или экзоны. Вы видите, в смысле, где маппер их найдет, то есть где, на какие места в итоге будут картированы риды. И когда вы потом используете просто эти данные для того, чтобы посчитать количество ридов, которые перекрывают ту или иную, тот или иной сегмент, то вот в тот момент, когда вы переводите просто эти риды в каунт, вы можете потерять какую-то часть информации. И, в общем, объяснить программе, на что именно нужно смотреть, мне бывает сложно. В общем, я все это говорю к тому, что стоит посмотреть на то, как выглядит покрытие ридами данного участка генома глазами. Что значит посмотреть глазами? Существует, в общем, здесь существует более-менее один подход. Для каждого участка генома можно написать, ну, любого участка. Ну, можно написать что-то типа того, что нарисовано здесь, что здесь нарисовано. Вот эта закрашенная зона, это просто количество ридов, которые картируются на данное место. Мы берем один отдельный нуклеотид, считаем, сколько ридов проходит через него, на него картируется, и ставим здесь точку. И так дело для всех нуклеотидов, получается, ну, наверное, такая вот кривая. В том случае, если рид картируется на X-зонах и X-зонах границ, то есть он, например, отсюда до сюда, мы можем написать дугу, ну, высота которой или толщина которой в данном случае толщина, будет пропорционально количеству ридов, которые на него картируются. Здесь еще, к тому же, вот эта программа конкретно рисует цифру, которая соответствует количеству ридов, которые картируются на данную X-зону-зону границы. Вот здесь можно посмотреть, что наверху у нас, видимо, две группы образцов, в которых данный альтернативный X-зон включается достаточно часто, а их включается редко. Вот это риды картируются на X-зону-зонах границ между вот этим X-зоном и вот этим X-зоном, и говорят, что данный X-зон исключается. А оранжевые соответствуют в основном исключению данного X-зона. Такие картинки умеют делать программы MISA. Это тоже одна программа, еще одна программа для анализа дифференциального сплайсинга, по ней не рассказывал, но она работает на транскрипт-центричном подходе. Картинки довольно красивые, проблема в том, что они не интерактивные, то есть для того, чтобы их сделать, надо использовать какой-то питонский скрипт, сходу у меня запустить его не удалось, и сам нужно сказать, какой участок вы хотите нарисовать, он вам нарисует такую картинку. Бывает, надо, хочется там поделать какой-то zoom in, zoom out, посмотреть поближе, подальше, сдвинуться влево-вправо. Все эти вещи делать MISA не позволяет, поэтому какие-то еще подходы. Можно попробовать загрузить ваши данные, то есть ваш конкретно, ваш BAM-файл в Genome браузер. По-моему, сам BAM-файл загрузить нельзя, если я не ошибаюсь. Но с BAM-файла можно сделать BED-файл, который содержит просто информацию о том, сколько ридов покрыто на данной, сколько ридов картируется на данную часть. То есть это ровно то самое покрытие ридами, про которое я только что рассказывал. И вот вы можете увидеть ваши конкретные данные, в данном случае разделенные, вместе со всеми разметками, которые есть еще в Genome браузере. Это все делается в браузере, я имею в виду в интернете. Это удобно тем, что вы можете сравнить ваши данные с какими-то другими треками, которые есть уже в Genome браузере. Неудобно тем, что в данном случае нарисовать можно только покрытие ридами, а риды, которые картируются на зону, на зону, на границе, но это немного сложнее. По камерах нельзя сделать вместе и нельзя нарисовать такими же дугами, потому что Genome браузер просто не позволяет это сделать. Если вы не можете увидеть те риды, которые картируются на зону, на границе, это не всегда удобно. Но зато вы можете посмотреть на какие-то другие треки. Это неплохо, но если у вас очень много образцов, то это, конечно, очень неудобно, потому что если у вас 100 образцов, загрузить все 100 ваших образцов в Genome браузер, но это может быть довольно мучительно. Окей, есть еще программка EGV. Она написана на Яве, кажется. Она работает на вашем персональном компьютере. Вы можете… В идеале она должна работать так, что вы даете ей аннотацию, даете ей набор BAM-файлов, и она позволяет рисовать что-то типа того, что нарисовано здесь. Вот эта серенькая – это покрытие ридами, вот эта отдельная панелька – это риды, которые картируются на зону, на зону, на границе. Соответственно, чем, видимо, выше или толще эта полоса, тем больше здесь ридов. Опять же, проблема в том, что покрытие ридами и риды, которые картируются на зону, на зону, на границе, они нарисованы на разных панелях. Кроме того, EGV кажется, насколько я помню, пытается загрузить весь BAM-файл в память, а это не очень хорошо, потому что BAM-файл весь там по гигабайту. Если вы хотите несколько BAM-файлов одновременно загрузить, то в общем это может быть уже проблемой. Кроме того, вот здесь так все красиво сделано, но у меня за полчаса не удалось таки добиться, чтобы он мне нарисовал вот такой вот трек с ридами, которые картируются на зону, на зону, на границе. Потому что он их берет не из BAM-файла, надо сперва из BAM-файла вытянуть информацию о ридах картирующих на зон, на зону, на границе и потом уже передать их этому самому EGV. В общем, программа довольно мощная, но вот как ей удобно пользоваться, я не знаю. Поэтому я написал в какой-то момент свою собственную программу, которая опять же есть на той же самой страничке. То есть вам не нужно ничего для вашего задания не пользоваться, но просто если вдруг кому-то она нужна, может быть, может ей воспользоваться. Она рисует вот такого типа графики, значит, серенькое, это покрытие ридами данного X-зона. Красные линии — это риды, которые картируются на X-зонной границе. Ну, здесь есть X-зон, который в этих двух образцах не включается, в этих двух включается. Она очень довольно мощная, она позволяет показывать одновременно несколько BAM-файлов, может на одной панели просуммировать несколько BAM-файлов. Внизу может показать аннотацию, может показать несколько разных GF-ов одновременно. Это очень довольно удобно. Ну, проблема в том, что она не очень документированная и очень-не очень юзер-френдли, но если вдруг кто-то, так же, как и я, не найдет ничего удобного из тех программ, что я здесь перечислил, могут быть, есть какие-то еще другие подходы. Но вот на тот момент, когда я делал лекцию, когда это был год назад, я нашел, думаю, что по сути дела только вот эти три программы. Были какие-то еще, но там есть еще программа Tablet, но она, в общем, скорее для генотипирования. Используются они для RNA-SEC. Ну, в общем, если вдруг кому-то это будет надо, вы можете ее попробовать скачать отсюда. Если вам будет нужна помощь, то я готов помочь, может даже написать мануал. Окей. Так, ну мы более-менее закончили с дифференциальным сплайсингом. То есть, что важно из всего, что я до этого говорил, что, во-первых, существуют два варианта, как смотреть на дифференциальный сплайсинг, либо транскрипт-центрично, либо экзон-центрично. Важно то, что методы дают очень непохожие результаты. Если хотите быть полностью уверенными, следует применить несколько методов. И после того, как вы нашли примеры, которые, как вам кажется, очень хорошие, лучше посмотреть на них глазами при помощи одной из этих программ. Потому что то, что на цифрах выглядит очень хорошо, вот на деле в итоге видит там конкретно покрытие ридами, может выглядеть очень плохо. То есть всегда стоит это проверять при помощи каких-то визуализаторов. Окей. Будем считать, что мы получили значимые гены. Не важно, значимые с точки зрения дифференциальной экспрессии или значимые с точки зрения сплайсинга. Что мы хотим сделать теперь? Наверное, мы хотим как-то сказать, чем эти гены хороши, чем они замечательные. Но если у нас генов очень много, то нам будет, наверное, сложно говорить про 10 тысяч генов, которые у нас дифференциально экспрессируются между какими-то условиями. Может быть, мы хотим сперва их как-то закруппировать вместе по похожести. Например, по похожести изменений. Понятно, что если у нас все два условия, то есть больные и здоровые, то проблемы нет. У нас гены либо растут, либо падают. Больше никаких вариантов нет. Можешь, конечно, разделить отдельный ген на те, что растут в два раза или растут в четыре раза, но это не очень принципиально. Но если у нас какое-то изменение более сложное, 10 тканей, например, и, соответственно, у нас какие-то гены экспрессируются только в одной ткани, только в почках. Какие-то экспрессируются в почках печени, но не в мозгах и так далее. То ситуация на самом деле сложнее, и мы можем попробовать использовать похожесть этих паттернов экспрессии среди всего нашего множества образцов для того, чтобы сгруппировать гены в какие-то группы, у которых группы с похожими паттернами. Почему это может быть полезно? Потому что, видимо, такие гены одинаково регулируются. То есть, может быть, мы можем найти какой-то фактор, который их регулирует. Ну, потом уже. Кроме того, видимо, если гены ведут себя похожи в нашем множестве образцов, ну, наверное, у них могут быть в какой-то степени похожей функции. Нам будет потом проще говорить о том, что же это за гены. То есть, когда мы хотим сгруппировать гены вместе, то мы хотим сделать какую-то кластеризацию. И, как я говорил, мы хотим сгруппировать их по степени похожести их паттернов. То есть, нам нужно определить то, что значит, что двух генов паттерны экспрессии в разных образцах похожи. Так, об этом мы сейчас, собственно, и будем говорить. Важно нам задать меру близости паттернов, ну, и выбрать метод кластеризации. Кластеризации бывают, ну, на самом деле, можно много разных подумать о классификации кластеризации. Но они бывают иерархические. То есть, мы получаем, на самом деле, не конкретно одну кластеризацию, получаем целое дерево. Можно сказать, что у нас вот эти два образца, они самые похожи, они где-то на самом... два листика на одной веточке. А те группы образцов, которые плохо похожи, они соединяются уже где-то у самого корня. То есть, у нас получается много-много разных кластеризаций, в зависимости от того, на каком уровне мы наше дерево распилим. Или не иерархически. В этом случае мы получаем просто набор кластеров и все. Окей, начнем. Да, начнем с мер расстояний. Начнем, мы собираемся кластеризовать гены. И в простейшем случае для каждого гена у нас приписан вектор экспрессии, то есть просто экспрессия в каждом конкретном образце. У нас для каждого гена есть, например, 10 или 20, сколько-то чисел, соответствующих экспрессии данного гена в данном образце. Но если мы будем говорить о сплайсинге, то у нас будут сегменты или транскрипты. И для каждого из них будет приписана его частота включения, его частота использования в данном конкретном образце. Как мы можем вычислить расстояние между такими векторами? Самое простое, что можно придумать, это евклидовое расстояние, то есть просто корень из суммы квадратов разниц экспрессий в данном образце между двумя данными генами. Мы берем два гена, это x и y, и это измерение, то есть это данный образец. Мы берем один образец, в нем смотрим разницу между экспрессиями двух генов и так суммируем по всем образцам. Это один вариант. Здесь важно понимать, каким мы будем мерять экспрессию. Во-первых, можно померять экспрессию в RPKM, что примерно соответствует молям на литр. Но я уже говорил раньше, что обычно с экспрессиями генов лучше работать в лог-шкале, и связано это с тем, что нам важно не то, насколько изменяется экспрессия, а то во сколько раз. Конкретно в случае вычисления расстояния это очень важно, потому что если мы возьмем ген с высокой экспрессией, условно говоря, 10 тысяч, то для него изменение экспрессии на тысячу это не очень важно, потому что 10 тысяч или 11 тысяч, это очень непринципиально. А если у нас какой-то ген экспрессируется на уровне 100, условно говоря, то для него изменения на тысячу тоже будет очень много, потому что 100 и 1100 это большая разница. При этом если мы будем использовать просто эвклидовое расстояние для РПКМов, то есть без логарифов, то эти два гена дадут одинаковый вклад. И это приводит к тому, что основной вклад в эвклидовое расстояние будет вносить гены с высокой экспрессией. То есть у вас все расстояние будет сдаваться только генами с максимальной экспрессией, то их будет 10%, все остальные гены практически не будут вкладываться. Поэтому для того, чтобы избежать, надо либо пролгарифмировать, либо есть еще другой подход, можно экспрессии каждого гена привести к Z-скорам, то есть поделить на вычесть средняя по всем образцам и поделить на дисперсию. Тогда у вас экспрессии всех генов будут примерно в одной шкале, и вы можете их нормально сравнить. Это два примерно симметричных подхода, либо взять логарифмы, либо привести все экспрессии к Z-скорам. Окей, если есть эвклидовое расстояние, можно использовать манхэттенское расстояние, это примерно то же самое, но только это просто сумма абсолютных расстояний по всем образцам. Ну и какие-то там аналогичные расстояния, похожие на эвклидовое. Есть также другие группы метрик, но, наверное, наиболее популярной для дифференциальной экспрессии является корреляционная мера расстояния. Корреляция — это величина напротив не близости, а непохожести. То есть чем два образца похожи, тем корреляция выше, а расстояние должно быть меньше. Поэтому если хотите использовать корреляцию для того, чтобы мерить расстояние между образцами, нужно взять минус корреляция. Но чтобы она была больше нуля, надо взять один минус корреляция. Соответственно, если у вас образца полностью идентичные, то один минус корреляция равна нулю, а если у вас образцы полностью не похожи, то корреляция минус один, и один минус корреляция будет двойки. То есть максимальное корреляционное расстояние будет два. Ну есть там другие варианты, как вы можете посчитать расстояние между двумя генами. но, наверное, один минус-корреляция, один из достаточно популярных. Ок. Вы не считаете, что мы выбрали какую-то меру расстояния между нашими объектами, это не обязательно могут быть гены, на данный момент уже могут быть все что угодно. Как мы будем их кластеризовать при помощи архической кластеризации? Сначала мы помещаем все образцы в отдельные кластеры, у нас получается столько же кластеров, сколько было образцов. После этого мы находим два ближайших кластера, то есть два кластера с минимальным расстоянием, мы введем их вместе в один кластер. После этого мы пересчитываем матрицу расстояний, потому что у нас раньше было два отдельных объекта, а теперь у нас два объекта селились в кластер, нам нужно знать расстояние от этого кластера из двух объектов, до всех остальных. Получаем новую матрицу расстояния и дальше повторяем всю эту процедуру до тех пор, пока у нас не останется один единственный кластер. Соответственно, на первой стадии у нас соединяются два ближайших, потом еще два ближайших, потом у нас соединится кластер, Классер, стоящий уже из двух объектов и отдельный пятый элемент. Ну и дальше на последней стадии мы соединим все это вместе. В итоге у нас получается, как я уже говорил, дерево. Окей, важным моментом на предыдущем слайде было то, что мы пересчитывали матрицу расстояния между кластерами после объединения двух кластеров. То есть на входе, по идее, мы знали только расстояние между отдельными объектами. Теперь нам нужно знать, как нам посчитать расстояние между двумя группами объектов. Ну, может быть много разных вариантов. Здесь показано три, наверное, наиболее основных способа. Один из них называется Single Linkage. Это ситуация, когда мы считаем, что расстояние между двумя группами объектов это просто минимальное расстояние между парой объектов, находящейся в двух разных группах. Мы находим два ближайших объекта и считаем, что это расстояние между кластерами. Но это будет приводить к тому, что у нас кластеры могут быть такие длинные-длинные цепочки. Потому что мы, когда объединяем два кластера, мы просто берем расстояние между ними по ближайшим объектам. Полным предположностью данного метода будет случай, когда мы берем, наоборот, не два самых близких объекта в кластерах, а два самых далеких. Но это гарантирует то, что наш кластер будет очень компактным, потому что мы всегда контролируем, следим за тем, чтобы диаметр нового кластера был минимальным. То есть мы пытаемся сделать кластер как можно меньше. Ну и что-то среднее между двумя этими случаями, когда мы берем среднее по парной расстоянии. Мы просмотрим всевозможные пары объектов из разных кластеров и считаем среднее. Это серединка между двумя этими случаями. Окей, ну и здесь я показал несколько примеров того, как это может сработать. Будем считать, что мы хотим тестеризовать вот такие данные. В данном случае они просто двухмерные. То есть у нас здесь, если думать, что каждая точка это гента, мы мерили их всего-навсего в двух условиях. Ну, так сказать, это просто пример. Здесь у нас есть три кластера. Два кластера, красный и синий, они более-менее нормальны, что-то такое вроде обычных кучек. Ну, примерно сферические кластеры, они хорошо разделимы. А зеленый кластер, он довольно плохой, потому что он явно другого типа. Хотя он довольно плотный, то его можно выделить глазами, но он, во-первых, соединяется с другими двумя кластерами, а во-вторых, он явно другого типа, не такого типа, как эти. Поэтому связать такие данные довольно сложно. Я просто показал, как три разных способа вычисления расстояния между кластерами работают в данном случае. Если мы используем single linkage, то есть ситуация, когда мы берем ближайшее расстояние, тот подход, который, как я говорил, будет хорошо искать цепочки, то мы получим, примерно, вот такое дерево. И действительно, что этот зеленый кластер, он находится в одном единственном месте, он хорошо уделяется, но проблема в том, что все остальные точки зато кластеризуются очень плохо. Если мы захотим разрезать это дерево на таком уровне, чтобы вот этот кластер хорошо выделился, мы придем разрезать где-то там, вот тут вот. Соответственно, у нас большая часть остальных точек, она окажется в одиночную группу. То есть они просто рассыпятся и вообще не кластеризуются. А если мы разрежем это дерево так, чтобы получить три кластера, ну, сколько у нас было, то у нас реально окажется два кластера по одной точке, а все остальные будут в куче. То есть хотя этот метод хорошо нашел наш зеленый кластер, но реально он работает, ну, само он окажется непрактично. Лучше всего, видим, в данном случае сработал average linkage, потому что он нашел три кластера, и этот кластер, ну, более-менее точный, к нему всего-навсего четыре лишних точки добавил, ну, и понятно, что они сегодня тут рядом. То есть он нашел три таких, ну, относительно компактных сферических кластера. Компликт linkage нашел, видимо, более, он еще более плотный, еще более плотный кластер, и поэтому вот этот кластер разломал пополам, потому что он, хотя и в нем хотят, две соседние точно находятся рядом, но сам он слишком вытянутый. Вот этот зеленый кластер недостаточно сферический для того, чтобы компликт linkage мог его хорошо найти. Ну, в общем, это не значит, что какой-то из этих трех методов лучше. Я хочу сказать, что в зависимости от вашей задачи, может быть, какой-то из этих методов окажется лучше, ваши они дают разные результаты, и на самом деле в реальной ситуации выбрать правильный метод бывает сложно. Просто они вот, бывают разные. И average linkage это что-то такое среднее. Если вы будете использовать его, то это будет такой наиболее адекватный дефолтный вариант. Что важно знать про иерархическую кластеризацию, на самом деле про любую кластеризацию вообще. Важно то, что если возьмете абсолютно случайные данные, без какой-то ни было структуры, то есть просто случайно бросаете в точки, они все равно будут кластеризоваться. Ну, как или иначе, вы получите какие-то кластеры. Если вы скажете, давайте кластеризуем наши данные в 5 кластеров, окей, будет 5 кластеров. Другое дело, что они там могут быть неустойчивы, но вы получите кластеры. То есть то, что у вас получили какие-то кластеры, не значит, что в данных реально была какая-то структура и реально вы можете разделить ваши гены на какие-то группы. Конкретным минусом именно иерархической кластеризации, которую я рассказал только что, является то, что кластеры никогда не перепроверяются. После того, как два объекта или два кластера соединились вместе, после этого программа никогда не пытается разделить или выкинуть какие-то элементы из этого кластера обратно. Притом, что в тот момент, когда программа соединяла два кластера вместе, она использовала только информацию о тех точках, о тех генах, которые в этих кластерах находятся. На самом деле есть еще какие-то другие сторонние гены, которые тоже могут что-то сказать о том, как надо было консультовать эти гены, но это не учитывалось на момент соединения. То есть на момент объединения двух кластеров учитывалось только часть информации, а вся остальная информация вообще не учитывалась и никогда больше не учтется. Поэтому вполне возможно, что в данных есть информация, что этот ген должен кластеризаться в другом месте, но на ранней стадии программа приняла ошибочное решение о кластеризации вот таким образом, и после этого это пересматриваться не будет. Это некий недостаток именно иерархической кластеризации. Поэтому поговорим о других метах кластеризации. Например, Каминс. Как это работает? В случае кластеризации Каминс это не иерархическая кластеризация, и здесь вам нужно с самого начала сказать, какое количество кластеров вы хотите получить. Это, наверное, один из основных недостатков кластеризации Каминс. Ну, под иерархической кластеризацией ситуация точно такая же. Вы тоже получаете дерево и должны сами решить, на каком уровне его резать. В лучшем случае у вас будет видно, что там есть какое-то характерное место на дереве, но на самом деле вы всегда будете выбирать это сами. В Каминс после надо сделать то же самое заранее, с самого начала. Вы говорите алгоритму, сколько кластеров вы хотите получить, после этого алгоритм берет и случайно кидает в пространство, внутри которого находятся ваши точки, К будущих центров кластеров. Что это за пространство? Ну, я говорил, что у нас, если мы говорим о экспрессии генов, то каждый ген мы можем представить как точку в многомерном пространстве, где количество измерений — это количество образцов. То есть мы померили экспрессию генов в 10 образцах, но это будет 10-мерное пространство, и один ген — это одна точка в этом пространстве. Вот в такое пространство мы кидаем k точек, после этого мы берем и приписываем каждый ген к ближайшей точке, потом пересчитываем центр полученных кластеров, как центр масс данного кластера, после этого центры кластеров смещаются в центр масс новых кластеров, повторяем операцию заново, то есть заново приписываем каждый ген к ближайшему центру, опять пересчитываем центр такого кластера и повторяем эту операцию до тех пор, пока центр масс, центр кластеров не перестанут двигаться. В итоге мы получаем какую-то классализацию. Если мы запустим это дело несколько раз, то результаты могут быть немного разными, потому что изначально центры кластеров кидались в разные места. Ну вот здесь показано, что результаты могут быть разными. Я отличаюсь. Вот эти два одинаковые. Вот этот, вот этот, они разные. То есть здесь красный кластер вот такой, а здесь это черный кластер. И это в общем не ваша неприятность, потому что вы запускаете одну и ту же процедуру несколько раз, получаете разные кластеры, в общем вы не знаете, какой из них выбрать. Но с другой стороны мы можем попробовать выбрать такую кластеризацию, которая гарантирует минимальное суммарное расстояние, попарное расстояние внутри кластера. Это можно сделать, вы просто запускаете кластеризацию там сто раз, выбираете лучшую, после этого вы уверены, что если запустите еще раз, то скорее всего вы получите такую же лучшую кластеризацию. То есть, хотя отдельный запуск комминса дает разные результаты, но вы можете выбрать лучше и гарантировать, что у вас всегда будет один и тот же результат. Поэтому стахартичность в этом случае исчезнет. Для того, чтобы использовать комминс, вам нужно иметь точки именно как точки в пространстве. Вам нужно, чтобы было какое-то пространство. Однако если у вас уже никакого пространства нет, а есть только матрица попарных расстояний. Например, в том случае, если мы хотим использовать расстояние, равное 1 минус коэффициент корреляции. В этом случае информация пространства, внутри которого ваш ген был одной точкой, она уже исчезла, осталась только матрица попарных расстояний. Тогда можно использовать некоторое обобщение алгоритма комминса, называется коммидоидс. Он, в общем, ничем от комминса не отличается, кроме того, что в данном случае вместо случайных точек пространства в качестве центров кластера выбирается какие-то точки из вашего набора данных. У вас есть 10 тысяч генов, вы не выбираете k-генов, и они будут теперь будущими центрами кластеров, и просто потом выбирается, на каждой стадии выбирается ген, который находится максимально в центре каждого данного кластера. Так это работает точно так же. Окей, и еще один метод, ну, не совсем кластеризации, но тем не менее, в какой степени он используется для кластеризации тоже, называется self-organizing map, SOM. Он стал популярен после выхода статьи про инкод, почему-то они там его активно использовали, и с тех пор его периодически применяют. На самом деле, я рассказал про предыдущие методы кластеризации, говорил, что это способ найти группы генов, которые более-менее друг на друга похожи. Мы можем думать, что в наших данных реально есть гены, которые ведут себя одним способом и радикально другим. Это классно. Это тот случай, когда действительно мы можем честно разделить гены на две, что там, или N, совершенно разный групп. Но это не обязательно так. Может быть ситуация, в которой у нас есть непрерывный спектр возможных изменений, возможных паттернов экспрессии. Мы просто хотим объединить гены с похожими паттернами в одну группу, чтобы нам было проще их смотреть. То есть у нас нет реальных кластеров, но мы хотим как бы просто немножко уменьшить пространство, количество генов, о которых хотим думать, слопнув наиболее похожие вместе. В этом случае не совсем кластеризация, сколько просто такое уменьшение количества генов, о которых хотим думать. И в этом плане SOM, это, кажется, может быть более естественный подход. Как это работает? Ну, примерно это нарисовано вот тут. Мы считаем, что у нас есть какие-то данные. Здесь он нарисован с ним синим облаком. На самом деле, это, конечно, реально данные, это не облако. Это, опять же, набор точек в каком-то многомерном пространстве. Мы хотим их аппоксимировать такой сеточкой. Кто здесь нарисован? Как сеточка. Сеточка стоит из узлов и ребер между ними. Дальше мы хотим натянуть эту сетку на наши данные. Как это делается? Выбирается одна случайная точка из наших данных. Дальше находится в ближайших к ней узел. И дальше этот узел немножко смещается по направлению точки, случайно выбранной в наших данных. Как именно расстояние он смещается? Ну, это зависит от параметров программ, которые в данный момент используются. Но, по сути, он вычисляется из, во-первых, то есть, во-первых, он смещается в направлении той точки, которую мы выбрали из наших данных. А, во-вторых, как бы другие элементы сетки пытаются тянуть его обратно. То есть, есть определенный параметр алгоритма, который задает реакцию как бы сетке, которая тянет его обратно. Мы не можете слишком далеко оттянуть узел. Это одна итерация. После этого выбирается еще одна случайная точка из наших данных, выбирает приближайший узел, и он опять перетягивается к данной точке. Это повторяется много-много-много раз, пока, ну, на самом деле параметр сколько раз повторить, он является, опять же, параметром алгоритма, но до сих пор, пока сетка более-менее не натянется на данные таким образом, чтобы более-менее точно их описывать. Кроме параметров, связанных с тем, насколько сильно тянуть, насколько сильно сетка тянет ее обратно, есть еще параметры, связанные с самой архитектурой сетки. Здесь нарисована простая сетка квадратная. Она может быть гексагональная, она может быть в виде, там, тора, шара, еще чего-то. Ну, в общем, не важно. Важно то, что в итоге мы получаем такую сетку, которая каким-то образом описывает наши точки в нашем многомерном пространстве, и опять же мы можем каждому узлу приписать ближайшие точки, сказать, что каждый узел это примерно кластер. Поэтому два ближних в сетке кластера, они будут более похожи друг на друга, чем два далеких в сетке кластера. Здесь была, по идее, анимация, но я что-то забыл проверить. Видимо, она в GIF в PDF не вставился. Это так вот это выглядит в начале, но постепенно эта сетка как-то меняется. В конце презентации есть ссылка на код аровский, который генерит, ну, там если чуть поменять параметры, то он может генерить 200 PNG-файлов для последовательности, ну, для того, как последовательность, 200 PNG-файлов, в которых эта самая сетка оптимизируется шаг за шагом все дальше и дальше. Ты можешь увидеть в динамике, как происходит. Ну, или я, наверное, выложу просто на Вики картинку в GIF, чтобы это было видно. Я забыл проверить, что она здесь не работает. Так. Окей. Ну, на самом деле, методов кластеризации существует огромное количество. Обычно люди, которые серьезно занимаются кластеризацией, они для каждого данного конкретного случая разрабатывают там какой-то свой собственный мегаметод, но, к сожалению, он обычно другим случаем не применяется. Я рассказал просто такие самые простые базовые подходы к тому, как это можно делать. Окей. Самая главная, в общем, проблема со всеми кластерами это понять, насколько эти кластеры на самом деле существуют, насколько они качественные. Ну, опять же, хорошего ответа на этот вопрос нет. Есть несколько подходов. Один довольно простой подход стоит в том, что мы можем взять наши данные, выкинуть часть из них, перекассациализовать их заново. Если одни и те же гены будут, по-прежнему, одни и те же кластеры на разных подвыборках генов, то, наверное, у нас действительно есть какая-то настоящая кластеризация. Так люди делают, но, к сожалению, в общем, это не всегда хорошо работает, потому что в итоге получается... Ну, то есть, какие-то кластеры есть, сказать, насколько они крепкие и на каком уровне надо резать, то сколько надо сделать кластеров? 5, 10, 20? Таким образом обычно не получается. Суть состоит в том, что если кластеры есть сильные, вы их всегда найдете, а если кластеры не очень понятные, то найти их бывает сложно. Еще одна мера того, насколько кластеризация качества называется силуэтная... Не помню, как это называется... Силуэтная ширина, что ли? Неважно. В общем... Не силуэт, а что-то силуэтное. Я забыл. Неважно. Величание считается таким образом. Для каждого гена мы можем взять минимальное расстояние, минимальное... Можно найти ближайшие к нему... Для каждого гена из какого-то кластера можно найти такой... Можно посчитать среднее расстояние до элементов из этого же кластера, это будет А. И найти такой кластер, для которого среднее расстояние от этого гена будет минимальным. У нас есть много-много кластеров. Считаем среднее расстояние до элемента своего гена, находим ближайший кластер, считаем среднее расстояние до него. Это будет B. Соответственно, разница их деленная на максимальное из этих двух, это вот эта самая силуэтная, Силуэтная, по-моему, как она шли называется. Вот эта величина. Соответственно, если она отрицательная, это значит, что этот элемент, в принципе, хочет перескочить в другой кластер. То есть он в среднем ближе к элементам из другого кластера. Но если она положительная, значит, все в порядке, элемент, по крайней мере, в своем кластере. Ну и можно рисовать на такие вот графики. Здесь показаны раз, два, три, четыре кластера. И каждый столбик, это самая величина для отдельного элемента. Видим, что в первом кластере есть два элемента, которые, видимо, хотят перейти в какой-то другой кластер. В R есть стандартный пакет, который позволяет это делать. Можно считать среднюю по всем элементам эту величину. Для всех, среднюю по всем генам величину для разной кластеризации, там в зависимости от размера кластеров. Ну, здесь я показал зависимость среднего силуэтной ширины для разных методов кластеризации. Это в зависимости от размера кластеров, который мы выбрали. Значит, ну, более-менее достали три метода. Это иерархическая кластеризация. В общем, единственный метод, который отличает остальных, это красненький. Красненький это single linkage, который не очень следит за средним расстоянием, потому что он ищет два ближайших. То есть, поэтому он показывает такую плохую силуэтную величину. Это ожидаемо, учитывая только работу этот метод. Поэтому в данном случае эта графика не говорит о том, что single linkage хуже, чем остальные методы, просто потому что он ищет кластеры именно другого типа. То есть этот подход просто позволяет посмотреть каким-то образом на результат вашей кластеризации. На самом деле он не может являться способом для определения того, что там эта кластеризация лучше или хуже другой. Просто еще один способ посмотреть на результат кластеризации. Его иногда используют, поэтому я про него рассказываю. На самом деле, если бы люди точно знали, какая кластеризация лучше, какая хуже, то проблем с кластеризацией бы не было, потому что оптимизировать известную функцию – дело несложное. Беда именно в том, что никто не знает, какая кластеризация лучше, какая хуже. Поэтому никто не умеет хорошо кластеризовать, что бы то ни было. Окей. Мы будем считать, что мы так или иначе нашли оптимальный метод для кластеризации наших генов или вообще забили на это, взяли просто там. Разбили гены по принципу того, что эти высоко экспрессируются в одной ткани, а эти высоко в другой. В общем, так или иначе мы получили какие-то группы генов и хотим теперь понять, что у этих генов еще общего, кроме того, что они у нас попали в одну группу генов. Ну, например, просто значимые в данном сравнении. То есть какие они функции выполняют, ну, может быть, узнать им что-то полезное. Как мы будем это делать? Ну, первым делом нам нужно узнать про конкретно данный ген, что он вообще делает. Как мы можем это сделать? Так. Ну, да, начнем немножко дальше. Прежде чем узнать функцию гена, нужно знать его последовательность. В этом случае у нас есть геном, но нужно знать его и зону, и зону структуру. В принципе, мы на первом занятии и первом домашнее задание определяли их зону, и зону структуру, ну, и последовательность транскриптов из данных RENESEC. Но может быть такая ситуация, что данных RENESEC нет, или они там ненадежные, или их мало. И тогда, в принципе, можно предсказать, где в данном геноме находится их зона, используя просто частоты нуклеотидов, потому что обычно внутри гена частоты нуклеотидов и кадонов они не совсем такие, как в межгенниках. Есть несколько программ, которые умеют это делать. Одной из, наверное, наиболее популярных является программа Августус, которая умеет предсказывать гены. Ну, в основном CDS, на самом деле, она умеет предсказывать и UTR и тоже. Она, в принципе, умеет предсказывать и альтернативный сплайсинг. Но, понятное дело, что эти статистические особенности нуклеотидных последствий, они более ярко выражены в кодирующей части, поэтому CDS, по идее, она должна предсказывать несколько лучше. Вы, в идеале, даете просто геном, и она говорит, где в нем внутри находятся гены. По факту она работает не очень хорошо, она позволяет немножко использовать данные RENESEC, но, на самом деле, не очень хорошо. В том случае, если у вас есть достаточно много RENESEC данных, то лучше использовать вот что-то типа кофлинца, о котором я рассказал раньше, потому что это будет сказать все более точно. Единственное, зачем в том случае, если у вас есть RENESEC, нужно использовать августус, это за тем, что, ну, если сиквенировал новый организм, сделали там RENESEC для нескольких тканей, но, видимо, не для всех тканей, не во всех условиях, соответственно, могут быть такие гены, которые в данных конкретно тканях, которые вы сиквенировали, при данных условиях, которые вы изучали, они не работают, они работают в каких-то других условиях. Соответственно, найти такие гены из этих данных RENESEC невозможно, просто потому что у вас он никогда не экспрессируется. Чтобы найти такие гены, можно использовать августус в дополнение к кофлинцу. Окей, важно то, что он найдет гены CDS, в принципе, сколько я помню, он сам что-то скажет о функциях тех генов, которые он нашел. Но, вне зависимости от того, сделано это или нет, можно перейти к следующей стадии. Если мы не используем августус, а используем данный RENESEC, то на момент происскорения генов мы получим последствия транскриптов, то есть нуклеативные последовательности. А какой-то функцией обладает, как правило, белок. Понимаете, что РНК тоже могут обладать функциями вне зависимости от кодирования белка, но все-таки сейчас основная информатика работает, если говорить о функциях, работают с белками, функции не кодирующих РНК, это вообще проблема. Поэтому прежде чем приписывать функции транскриптам, нам нужно найти в них открытую рамку считывания, то есть понять, какой белок они накодируют. В основном это делается просто поиском самого длинного РФ в данном транскрипте, но кроме того можно попробовать потребовать, чтобы, поскольку в одном транскрипте могут быть много разных РФ, они могут быть шены разными, более того они могут быть на разных цепях, если транскрипт содержит энтроны, то по вот этим энтронам мы можем понять, на какой цепи находится этот транскрипт, потому что энтроны имеют определенные нуклеотиды по краям, и они не комплементарны друг другу. То есть если у нас есть энтрон, то с одной цепи он будет вырезаться, а с другой цепи его границы будут шены бессмысленными, вырезаться он не может. Но если у нас у транскрипта нет нейтронов, то мы не знаем его цепи, соответственно, в этом случае нам нужно искать РФ на всех шести возможных рамках. Если мы будем искать на достаточно длинном транскрипте РФ на всех шести рамках, мы найдем довольно много разных РФ, в том числе достаточно длинных, выбрать какой из них правильный может быть достаточно сложно, поэтому, наверное, стоит попробовать посмотреть, не похожи ли эти аминокислоты, кодируемые данными открытыми рамками считывания, накинуть уже известные нам белки. Ну, в общем, что-то похожее делает, например, программа Transdecoder. Есть не только она одна, ну, например, такая программа, которая на вход дается нуклеотидные последовательности, она говорит, где внутри этих нуклеотидных последовательностей находится РФ и какой белок она кодирует. Окей, после этого мы, наконец, получили аминокислотные последовательности, либо они были у нас из августуса, либо мы предсказали транскрипты при помощи кофлинкса, потом в них нашли РФ при помощи Transdecoder, теперь у нас есть везде аминокислотные последовательности. Теперь нам нужно узнать, какую же функцию, вероятно, выполняет данный белок. Опять же, существует некоторое количество программ, которые позволяют это сделать. Собственно, наиболее простой вариант, который можно придумать, это взять эти белки и просто прогластовать их на весь Юнипрод, то есть на базу данных всех белков, которых вообще знает человечество, и просто перенести функцию с ближайшего похожего белка на наш белок. Ну, прямо что-то похожее делает программа Blast2Go. Проблема в том, что она коммерческая, то есть если вы хотите ей пользоваться полностью, то ее придется купить. У нее есть бесплатная версия, но она, если я не ошибаюсь, работает только с графическим интерфейсом, то там придется нажимать на кнопочку, она довольно медленная, и в общем, довольно долго и задумчива. Поэтому можно использовать бесплатную программу, например, InterProScan. Там есть свои проблемы с ее запуском, но тем не менее, как показывает опыт, запустить ее можно. Ей на вход даются аминокислотные последовательности, в принципе, ей можно дать и нуклеотидные последовательства транскриптов, она сама найдет в них у РФ, но можно разделить две эти стадии по отдельности. И InterProScan позволяет, находят, приписывают ваши аминокислотные последовательности к семействам InterPro, через них находят наиболее вероятные функции, приписывают их к функциональной аннотации GOP, о которой я чуть позже немножко расскажу, ну и к разным другим базам данных, типа там Panter, GEN3D, PIFAM и многое-многое другое. То есть на выходе вы для каждой аминокислотной последовательности узнаете, ну, наверное, более-менее все, что может про нее сейчас сказать человечество. Ну, пока, наверное, что про нее могут сказать авторы программы InterProScan, но это довольно много. Окей, теперь у нас для каждого гена есть какие-то функции. Ну, вот один из способов описания функции, это Genontology, антология генов. Зачем она нужна? Дело в том, что мы можем для каждого гена написать текстовое описание, что он там делает то, служит для той и той цели. Это, конечно, удобно, но если описание будет текстовое, то от гена до гена, гена она будет меняться, если вы писали разные люди, то будет сложно сравнить друг между другом, поэтому люди придумали способ, как унифицировать описание функций генов и для этой цели создали самую антологию генов. На самом деле, не одна антология, а три антологии. Она позволяет классифицировать все гены по трем принципам. Либо по биологическому процессу, в котором они участвуют, либо по молекулярной функции, либо по клеточному, месту в клетке, где этот белок, не ген, а белок находится. Каждая антология представляет себя направленный ациклический граф, то есть это такое дерево, но в котором ветки могут сливаться вместе. Но так иначе у нее есть корень и есть листья. То есть у него нету циклов. Соответственно, в нем бывают разные элементы, которые могут быть связаны друг с другом связями разных типов. Я не буду очень вдаваться подробностей. Важно то, что бывают такие общие вещи, общие термины, самые верхние биологические процессы, просто биологические процессы. Ниже уровнем будет детализация более высоких терминов. Ну и чем ниже мы спускаемся по антологии, тем более детальная информация о функции гена у нас дается. Важно то, что мы можем каждому гену приписать какой-то один из терминов из этой антологии. Ну и фактически, то есть каждому гену, если это возможно, приписывается просто набор идентификаторов из какого-то места этой антологии. Что с этим делать дальше? Ну, если мы хотим, что значит, что мы хотим узнать, какие функции выполняет тот или иной ген в нашей... Ну, даже не ген выполняет функции, а что значит, что мы хотим выяснить, что наша группа генов, скорее всего, увлечена в выполнение каких-то определенных специфических функций. Мы знаем, что гены с данной функцией, скорее всего, должны чаще встречаться в нашей группе генов, в нашем кластере, чем случайно. То есть мы взяли какие-то гены, которые апрегулируются в раковых клетках по сравнению с нормальными, то мы можем надеяться, что, наверное, эти гены каким-то образом вовлечены в деление клетки и в рак, в развитие ракового опухоля. Как мы можем это проверить? Можем взять нашу конкретную группу генов, взять все остальные гены, посмотреть, сколько среди наших значимых генов встречаются генов с приписанных данной категории Go и сколько из них не относятся к данной категории Go. И сделать то же самое для всех остальных генов. Мы видим, что в данном случае у нас там 30 генов из 800 среди значимых генов относятся к данной категории, а среди незначимых генов эта доля явно сильно меньше. Чтобы сделать соответствующий тест, мы можем использовать тест Фишера, мы про него уже говорили на первом занятии, получить какую-то P-value. Поскольку мы делали такой тест для каждой Go категории, то надо не забыть про поправку на ношный тестирование. В итоге мы получим какую-то P-value, и можем сказать, что вероятно, есть такой набор узлов из Go аннотации, которые, видимо, значимо чаще представлены среди нашей группы генов, которая нам чем-то понравилась, чем это можно ждать случайно. Можно делать все это руками, просто написав цикл, перебрав все функции из Go. А можно воспользоваться готовыми сервисами. Например, есть некоторое количество веб-сервисов, как GoStat, David, Gorilla. В общем, их с десяток, наверное, есть разных, предлагающих разный функционал. Они работают не только с Гоной, с другими базами данных, которые позволяют приписывать генам какие-то функции, либо приписывать их путями, метаболическими, к чему-то еще. Во всех случаях, когда у вас гену приписывают какой-то идентификатор, какой-то классификации, вы всегда можете сделать такой вот GenSet Enrichment Analysis. Или это цель существует большое количество разных, в частности, веб-сервисов. Но если хотите делать это программным образом, то есть автоматизировать как-то, можно использовать пакеты VAR, например, GoStat или GoSec. И немножко детали про GoSec, потому что в домашнем задании вам надо будет использовать его. Эти детали, они в основном связаны с выбором вот этих незначимых генов. Есть такая проблема, в общем, важно то, что выбор вот этих генов, которые незначимы, он достаточно является серьезным моментом в GenSet Enrichment анализе. Потому что мы хотим сказать, что в нашем наборе генов какая-то функция перепредставлена. Ну, перед самим представлением чем? Кажется с теми самыми незначимыми генами. Поэтому, по-моему, дело, что выбор незначимых генов может сказаться на результатах теста. Конкретно, как это может работать? Например, мы смотрим на гены, которые там экспрессируются, которые в мозгу как-то себя определенно ведут. Ну, не знаю, меняются с возрастом или что-то с ними еще происходит. Если мы возьмем небольшой набор генов, 200 генов, которые как-то себя специально ведут в мозгу и сравним их с абсолютно всеми вообще генами, которые просто есть в человеке, то окажется, что эти 100 генов наверное будут обогащены всякими функциями, связанными с работой мозга. На самом деле, если мы выберем любые 100 генов, которые вообще экспрессируются в мозгу и сравним их с всеми генами, которые есть в человеке, то окажется, что эти 100 генов будут скорее всего предоставлены, обогащены функциями, связанными с работой мозга. Просто потому, что мы вообще смотря на гены, которые хоть как-то работают в мозгу, в любом случае смотрим на в какой-то степени нервные гены. Дело в том, что реально в мозгу экспрессируются не все 20 тысяч генов, которые есть в человеческой аннотации, а около 12 тысяч. Поэтому использовать абсолютно все гены, которые есть у человека в аннотации, в качестве фонового набора, ну, немножко неправильно, потому что там есть гены, которые работают, не знаю, только в печени или только в почках. Но я делал, что по сравнению с ними любой набор окажется обогащен нервными функциями. Поэтому, видимо, надо взять такой фоновый набор, который включает только те гены, которые мы вообще тестировали, то есть те, которые вообще хоть как-то экспрессируются в мозгу, то есть экспрессируются в каком-то приемлемом уровне. Я, в принципе, говорил на первом занятии, что когда мы делали тест на дифференциальную экспрессию, видимо, следует отфильтровать гены по покрытию их ридами, оставить только те, которые экспрессируются на хоть каком-то приемлемом уровне. Ну, соответственно, здесь в ГО-анализе, ну и в любом другом функциональном анализе, по наборам генов надо брать именно те гены, которые экспрессируются на приемлемом уровне. Но с RNA-сек есть еще одна трудность. Она стоит в том, что мы используем количество ридов для теста на diff-экспрессе или diff-сплайсинг, и чем больше у нас ридов, то есть чем выше экспрессируется ген, тем больше у нас шансов, тем больше у нас статистическая мощность, тем больше у нас шансов, что мы детектируем значимое отличие в экспрессии генов. Вот показано, например, на этом графике. Если мы разобьем все гены на бины по их средней экспрессии, то есть возьмем все гены, упорядоченных по средней экспрессии, и побьем на такие бины, наверное, по 100 генов. В каждом бине посчитаем долю генов, которые дифференциально экспрессируются после нашего теста. То есть, конечно, есть такая зависимость. То есть гены, которые низко экспрессируются, них мы, как правило, дифференциальной экспрессии не видим, просто потому что у нас не хватает статистической мощности. Можно, конечно, отрезать, выкинуть все гены, которые экспрессируются ниже какого-то уровня, но здесь зависимость сохраняется довольно далеко, вплоть до вот этого места. Если мы так сделаем, то мы отрежем заметное количество генов, в том числе довольно много значимых генов. Мы, наверное, не хотим их потерять, соответственно, так просто выкинуть кучу генов – это не очень хорошая идея. Можно попробовать каким-то образом учесть эту зависимость вероятности обнаружить дифференциальную экспрессию от покрытия в самом тесте на функциональное обогащение. Собственно, это умеет делать пакет GoSec, ему можно передать в качестве какого-то параметра, который дополнительно влияет на вероятность детекции дифференциальной экспрессии, либо длину гена появляется из-за того, что чем длиннее ген, тем больше ридов на него картируется при той же самой экспрессии, тем больше шансов, что мы детектируем дифференциальную экспрессию на него. Ну или просто среднюю экспрессию данного гена, еще не важно, какой это фактор, который влияет на вероятность на наружение дифференциальной экспрессии. Соответственно, при работе с RNS-к данными, видимо, хорошей идеей является использование этого пакета. Хотя стоит смотреть на то, что там происходит, поскольку если значимых генов очень мало, то пакет GoSec с трудом может восстановить эту зависимость, и тогда вольтсат могут быть довольно бессмысленными. То есть если он автоматически рисует этот график, и если он выглядит очень странно, то лучше отменить, не использовать этот способ коррекции на эту зависимость. Окей. Все, на этом лекция заканчивается. Здесь ссылки к материалам данной лекции. Здесь можно посмотреть, как делать GoAnalyze var. Ну там довольно много информации о том, что я того, чего не рассказывал, но главное, что там есть то, как пользоваться пакетом GoSec, и много чего другого, что может быть тоже полезно. Тут как делал дифференциальный сплайсинг с пакетом GoSec. Это неважно, но тем не менее, если кому-то рук понадобится, то можете посмотреть. Да, и тут код в формате… один в формате PDF, другой просто арбовский скрипт, посвященный кластеризации. Окей. В домашнем задании вам нужно будет использовать данные из первого занятия, из первого домашнего задания, чтобы делать на них дисплайсинг при помощи программы Satger. Как ей пользоваться, написано в самой презентации выше на соответствующем слайде. Если будут какие-то вопросы, вы можете мне их задавать. Кроме того, нужно будет использовать возраз зависимые гены из второго домашнего задания и скластеризовать их в кластеры по похожести, используя один минус корреляции как меру расстояния. И провести ГУ-анализ возраз зависимых генов при помощи пакета ГОСЕК. И ответить на вопросы вот тут. Так, есть какие-то вопросы по этой лекции, по домашнему заданию? Окей. Так, сейчас я на Вики, уже когда уходил сюда, я выложил оценки с небольшими комментариями за первое домашнее задание. Если кто-то может их скачать, можете их сейчас посмотреть. Ну и я скажу пару слов про первое домашнее задание. Да, мне прислало домашнее задание 12 человек. Нет, 13. Может кто-то прислал еще, но за тот час, что я ехал от дома до сюда. Соответственно, я проверю все домашние задания, которые были присланы до сегодняшнего дня в 5 часов. Так, как я их проверял? Ну, я выполнил все домашние задания сам при помощи стандартного скрипти, который сделал их все одинаковые, и просто сравнил то, насколько мои результаты похожи на ваши результаты. Что я конкретно сравнил? Ну, во-первых, сравнил аннотации, которые мы сделали, то есть сравнил то, насколько у нас много общих генов по отношению к общему количеству генов. То есть как выглядит пересечение наших генов, которые присказал я и которые присказали вы, и к объединению этих генов. Ну, здесь показано распределение по всем сдавшим, это величина, еще она бывает от 70% до 95%, но это очень неплохо. Более-менее во всех случаях аннотация примерно одинаковая. Если взять там только многоэкзионные гены, то это даже еще лучше, там минимальные 94%. То есть, как правило, примерно одни и те же гены нашли и мы, и я, и вы. Ну, полностью одинаковых генов немножко меньше, но все равно. Значит, 75% генов имеют полностью одинаковую экзоннотрунную структуру, то есть все еще неплохо. Единственное, что меня удивило, то, что, по-моему, нет ни одного человека, у которого бы получилась полностью точно такая же аннотация, то есть точно такие же гены, как у меня. То есть, значит, все так или иначе делали что-то не совсем так же, как делал я. Я подумаю, что, возможно, дело в том, что вы использовали старые версии программ, то, сколько там часть из программ, которые она была использована, типа топ-хета, они уже установлены были на кластере. И если вы использовали старые версии, то это может быть причина, почему наши результаты чуть отличаются, потому что я использовал новые. Ну, в общем, не знаю, мне немножко странно, что нигде ничего не совпало, но тем не менее. За это я, так иначе, не снижал оценки. То есть аннотация у всех, кто ее сдал, была более-менее нормальной. После этого я посмотрел на то, как коррелируют p-value, которые получились у меня, которые получились у вас. Ну, здесь в большинстве корреляция хорошая, но есть два человека, у которых корреляция низкая. И то же самое касается пересечения значимых генов. Посмотрел, насколько одни и те же гены получились значимым у меня и у вас. Опять же, есть два человека, у которых причина-то маленькая. И этим двум людям я снизил за эту оценку. То есть это, по-моему, единственный случай, когда я снизил оценку за результаты, когда есть возможность апеллировать. То есть если эти два человека докажут, что их способ анализа дефицциальной экспрессии ничем не хуже моего, и потому что где-то я ошибся, то я готов обернуть этот балл, который я у них забрал. Ну, какой-то вот она была посчитать пермутационный FDR. Я сравнил тот, который получился у вас, с тем, который получился у меня. Ну, неважно, тут точек довольно мало, но важно то, что корреляция есть, она значимая и положительная. Значит, наверное, мы примерно в одном и том же говорим, хотя данные немного разные. Результаты немного разные. Как я еще ставил оценку? Всего максимальная оценка была 5. За что я снижал оценки? Я снижал за сдачу после soft deadline. То есть все, кто сдали на прошедшей неделе, получили на балл ниже. Кроме того, 3, по-моему, человека сдали только аннотацию, но без анализа дифференциальной экспрессии вообще. Им я снизил на 3 балла, поскольку они практически ничего не сделали. Тем еще у одного человека почему-то в файлике с дифференциальной экспрессией один и тот же ген идет 100 раз или даже больше. Я не очень понял, что это значит. Ему я снизил, я не помню, то ли на 1, то ли на 2 балла. Ну, в общем, там явно какая-то проблема с дифференциальной экспрессией. Я не очень понимаю, как это получилось, но тем не менее это явно ошибка. И еще я снизил за вот это вот. Видимо, мне кажется, здесь какая-то проблема, но если окажется, что по моим инструкциям можно было действительно сделать таким образом, то я готов принять возражение. Окей, для того, чтобы понять, что конкретно у вас неправильно или что вы не поняли, можете посмотреть мои скрипты, которые я использовал для решения домашнего задания. Тут башевский код, который запускает топкет, кафлинкс и все остальное. Топкет, да. Все программы, которые надо запустить на кластере. И здесь аровский код для дифференциальной экспрессии. Вот. То он может с кода у вас там не все заработает, но надо будет просто переписать какие-то пути, и дальше должно все работать нормально. Так. Что-то еще? А, да, про следующее домашнее задание. Значит. Продолжение следует.